Здесь магии нет. Всем привет, Такейки! Давно не было таких классических сёнэнов со школьниками в главной роли и всякими вот этими супер сёнэновскими привлечениями. Поэтому давайте поговорим об этом жанре представителях этого жанра в этом сезоне. Поехали! Хранитель Вечности Хранитель Вечности — это одна из историй, происходящих во вселенной волшебного учителя Наги. Из учителя Нагими я люблю экранизацию 2005 года, она больше сёнэн и меньше гарем. Несмотря на вот полное название этого тайтла, это всё же самостоятельное произведение. Ну, по крайней мере, первую часть аниме можно смотреть отдельно, но всё же, чтобы понять концовку, то есть самую вообще последнюю серию, всё же лучше посмотреть Нагиму. Несмотря на то, что нам рассказывают немного о прошлом Наги и знакомят с персонажами из этой истории, но всё же самая-самая последняя серия может выглядеть слишком абсурдной для тех, кто не знаком, так сказать, с изначальной историей. Кто-то у нас такой классический персонаж с Сёнэна. Всегда готов сражаться за друзей, физически силён и иногда тормозит. После нападения охотника был вынужден выпить кровь Юки Химе, вампирши, что сделало его бессмертным. В команде главного героя у нас все девушки, ну, кроме Курамаро. Тут как бы 50 на 50. И даже если создателям не хотелось, но всё же этот тайтл гаремник. В принципе, как и его предшественник, Хранитель Вечности, в принципе, такой достаточно классический Сёнэн 2000-х по 2010-й года. И сейчас это смотрится достаточно свежо. На меня атмосфера тайтла навевает ностальгию, так как, к сожалению или к счастью, на сегодняшний день не так уж много тайтлов с подобным концептом, и всё же начинаешь немного скучать по ним. И если вам когда-то понравился Учитель Негима, то этот тайтл вам тоже должен зайти, так как это хороший сын, внук, клон. Но всё же по подаче и по своей структуре Хранитель Вечности отличается от Негима. Негима, в принципе, в обоих своих экранизациях был достаточно последовательным и складывалось, в принципе, впечатление цельного произведения. В Хранителе Вечности же упущено слишком много моментов, не раскрыто очень много моментов. Особенно со второй половины сериала нас закидывают событиями, которые иногда не явно связаны между собой. У нас есть неплохая завязка, неплохое раскрытие, в принципе, центральных персонажей. Но сама кульминация, совершенно перенесённая в конец, без какой-то внятной развязки, портит всё впечатление от тайтла. А в первую половину сериала впечатление всё-таки сложилось хорошее. Там, где не нужно, они всё затянули. То есть первая половина сериала, несмотря на то, что это смотрится живо, она по сравнению с важной второй половиной всё же затянута. А во второй половине нас просто пихают информацию, особенно в последних трёх, наверное, сериях, нещадно пихают нас информацию, которую можно было постепенно раскрыть до этого, если убрать некоторые моменты из первой половины. Несмотря на то, что это неплохой тайтл, без чувства ностальгии, мне бы всё же было его смотреть сложно. Black Clover Шаблонный Сёнэн, в котором на максималках утрированы все качества Сёнэна. Главный герой Аста шумный, силён, туповат, вперёд за мечтой стать королём Кореи, в общем, такой очень утрированно типичный главный герой Сёнэна. Друг детства Асты, юный, умный, холоднокровный, талантливый красавчик. В детстве он был плаксой, Аста его всё время защищал, но времена изменились, вот они выросли, и Юна получила самый сильный четырёхлистный, четырёхлистно-клеверный гримуар. Молодец какой! Нужно отметить, что в этой вселенной гримуары получают те, у кого есть магия, и, в принципе, эти гримуары ранжируются. Например, вот у Юна, как уже было сказано, самый сильный гримуар. Несмотря на то, что у Асты вообще нет магии, ну, никак, вообще, нет, здесь магии нет, в опасный момент к нему на голову, откуда-то непонятно откуда, сваливается этот гримуар. Причём не простой, а с чёрным пятилистным клевером, потому что без этого аниме бы не было. В этом гримуаре лежит утка в утке, кролик в кролике, яйцо в яйце, блин, меч, который может резать и отбивать магию. И эти два главных героя отправляются в столицу, чтобы стать Хакаге. Но перед этим им нужно пройти испытание, чтобы вступить в гильдию. Юна, так как он талантливый, умный и красавчик, вообще такой молодец, сразу же вступает в самую сильную гильдию, так как это кратчайший путь, чтобы стать королём пиратов. Асты же, несмотря на то, что он проваливает все задания, тоже попадает в одну из гильдий. В принципе, в этой гильдии большинство таких, как Аста. Они обладают магией, но они тупые. И у каждого из двоих друзей начинается свой путь охотника. Всё, хватит, ладно, они хотят стать королём магов. Если не воспринимать этот тайтл серьёзно, он, в принципе, смотрибельный, и это даже забавно. Но проблема в том, что этот тайтл не подаёт себя как пародию. И из-за всех этих преувеличенных шаблонов он просто не заходит. Если вас не бесит, такие утрированно типичные герои сёнэнов, то может смотреть. В остальном же, скорее всего, он вас будет бесить. Вот такие мысли у меня по поводу сёнэнов в этом сезоне. Как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока!